Уважаемые коллеги, уважаемый президиум, врожденные наследственные заболевания занимают одной из лидирующих позиций формирования детской смертности и инвалидности. И, к сожалению, из года в год намечается тенденция к росту этих заболеваний. Приблизительно 25% наследственных заболеваний могут манифестировать в периоде новорожденности. И в последующем этим детям по выходу из периода новорожденности ставится такой диагноз, как синдром детского церебрального паралича. Однако современные исследования, которые были проведены во многих странах, в России и в Соединенных Штатах Америки, показали, что в среднем только у 6-8% детей, у которых диагностирован в последующем детский церебральный паралич, имеют в анамнезе указания на перинатальную асфиксию или нейроинфекцию. В большинстве случаев это поздно или не вовремя диагностированные наследственные заболевания с периода новорожденности. Одним из такой группы заболеваний, которые могут манифестировать в периоде новорожденности, являются врожденные дефекты гликозилирования. Эта группа наследственных заболеваний относительно новая, с аутосомно-рецессивным типом наследования, в основе которых лежит нарушение универсального биологического процесса гликозилирования, который имеет разнообразные мультиорганные поражения и период проявления вплоть с периода новорожденности. Клинические проявления наследственных заболеваний, в том числе врожденных дефектов гликозилирования, в периоде новорожденности, очень неспецифические. Они проявляются в виде некротизирующего энтероколита, могут проявляться синдром отдыхательных расстройств, кардиомиопатии, судорожный синдром с особенностью это торпидность к противосудорожной терапии, а также различные инфекционные заболевания, которые имеют торпидную симптоматику и очень трудно поддаются лечению антибактериальными препаратами. Таким образом, в последующем дети, когда они переживают этот период, в последующем им ставят задержку психомоторного развития, как правило, эти дети редко доживают до 10-летнего возраста. Одной из особенностей врожденных дефектов гликозилирования является сочетание неспецифической клиники полиорганных поражений с различными стигмами дизембриогенеза. Для большинства заболеваний, для которых характерны нарушения гликозилирования, характерны самые разнообразные стигмы дизембриогенеза. И достаточно детальный анализ этих стигм дизембриогенеза, их соотношение позволяет оптимизировать и отобрать детей для дальнейшего диагностики врожденных дефектов гликозилирования. Врожденные дефекты гликозилирования диагностика состоит из нескольких этапов Первое – это клинико-фенотипический анализ Второй этап – это анализ гликозилированности различных белков Их может быть много, но наиболее принятые во всем мире – это анализ гликозилированности трансферина, альфа-1 кислого гликопротеина и анализ гликозилированности церебральных пептидов Следующий этап – это анализ активности соответствующих ферментов И как завершающий этап, который позволяет верифицировать этот диагноз – это анализ использования молекулярно-биологических методов тестирования Нами было проведено исследование новорожденных детей с подозрением на врожденные дефекты гликозилирования с использованием маркера альфа-1 кислого гликопротеина Маркера нарушения гликозилирования альфа-1 кислого гликопротеина Вот эта вот картинка – это так, как выглядит в норме нормальный альфа-1 кислый гликопротеин при отсутствии врожденных дефектов гликозилирования Это соотношение форм ЦС – это означает высоко связанная фракция альфа-1 кислого гликопротеина Фракция ЦВ – это фракция слабо связанная И Ц0 – это фракция, которая не реагирует, ну, слабо связывающая фракция альфа-1 кислого гликопротеина В норме примерно соотношение следующее – это 8,50,42, то есть соотношение этих фракций друг к другу При патологии, при подозрении, при наличии врожденных дефектов гликозилирования, соотношение альфа-1 кислого гликопротеина меняется И при исследовании образцов крови у детей с высоким уровнем стигм дезембриогенеза мы получили следующие результаты Вот это вот образец патологического распределения гликоформ альфа-1 кислого гликопротеина Здесь практически отсутствует фракция ЦС В последующем, принципиально, нам удалось выделить два варианта нарушения альфа-1 кислого гликопротеина Которые коррелировали с соответствующей клинической симптоматикой Первое – это когда отсутствует полностью фракция ЦС И второй вариант – это когда имеет место отсутствие фракции ЦС и резкое повышение фракции ЦВ Принципиально, клиническая картина этих детей отличалась следующим При первом варианте, когда снижалась только фракция ЦС Имели место преимущественно наличие стигм дезембриогенеза и малый процент детей с мультиорганным поражением И преимущественно поражалась черепно-челюстно-лицевая область При втором варианте, когда имелось аномальное распределение альфа-1 кислого гликопротеина С низкой фракцией ЦС и фракцией ЦВ Там имелось большое количество стигм дезембриогенеза И захватом черепно-челюстно-лицевой области Органов чувств, кожи, наружных половых органов И в комбинации с различными полиорганными поражениями Одной из особенностей у детей, у которых имелось место нарушение гликозилированности альфа-1 кислого гликопротеина Была особенно тяжелая клиническая симптоматика Как правило, дети, которые имели такие нарушения Они значительно чаще нуждались в назначении антибиотиков Средняя длительность койка дней была значительно выше И эти дети чаще, значительно чаще нуждались в применении антибиотиков резерва В частности карбопинемов И особенностью детей, у которых имелось место нарушение альфа-1 кислого гликопротеина Была быстрая генерализация инфекции Быстрое появление новых очагов Маломанифестные показатели общего анализа крови Практически отсутствовал палочки, агерный сдвигли и кацитоз И, как правило, даже несмотря на применение сильных антибиотиков резерва Имела место медленная затяжная санация инфекционных очагов Вот таблица, где приведены эти данные у детей Вот группа 1, темным, к сожалению, выделена Это группа детей, у которых имелись различные стигмы деземброгенеза В комбинации с нарушением альфа-1 кислого гликопротеина Антибиотики применялись более чем в половинах случаев по жизненным показаниям Среднее количество кое-кодней составляло 52 дня В сравнении группа 2, это дети, у которых было просто большое количество стигмы деземброгенеза Без нарушения альфа-1 кислого гликопротеина Антибиотики применялись в 34% случаев И количество кое-кодней составляло в среднем 36 суток И в заключении я хочу сказать, что Наличие у новорожденного ребенка высокого индекса дезморфизма В сочетании с различным мультиорганным поражением Может быть использоваться как клинический предиктор Возможного врожденного дефекта гликозилирования Тем более во многих европейских странах обсуждается вопрос о том Чтобы ввести национальные программы скрининга на эти заболевания Исследование соотношения гликоформа альфа-1 кислого гликопротеина Может быть внедрено в клиническую практику С целью скринингового исследования на эту группу болезней Поскольку на самом деле это исследование относительно недорогое И малоинвазивное, поскольку требуется небольшое количество крови До 1 мл И использование этих методов для диагностики Врожденных дефектов гликозилирования Позволит оптимизировать лечение таких детей Воспрепятствовать полипрагмазии части смене антибиотиков И необоснованного применения иммунотропных